Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня поделюсь простым и быстрым рецептом зефира, который у всех получается очень плотным и стабильным с первого раза. Для его приготовления нам понадобится жидкое пюре без предварительного уваривания. Я буду использовать малиновое пюре, но можно использовать абсолютно любое другое. Приступим к приготовлению. В ковшике соединяем воду с агар-агаром и немного провариваем на плите до набухания агар-агара. Теперь добавляем сюда малиновое пюре, сахар и, помешивая, доводим до кипения. После закипания варим до готовности 4-5 минут или до температуры 105 градусов. Одновременно соединяем в деже миксера белок комнатной температуры, сахар и щепотку лимонной кислоты. Хорошо взбиваем до устойчивых жестких пиков. Сироп готов, снимаем его с плиты и тонкой струйкой вливаем во взбитые белки. Стараясь не попадать на венчик. Во время добавления сиропа у меня включена максимальная скорость миксера. После добавления всего сиропа продолжаем взбивать еще 1-2 минуты на максимальной скорости. В этот момент важно следить, чтобы зефирная масса не остыла ниже 50 градусов. Быстро выкладываем зефирную массу в кондитерский мешок с крупной насадкой с зубчиками и отсаживаем на силиконовый коврик или отрез пергаментной бумаги. Действовать нужно максимально быстро, так как масса быстро стабилизируется. Если сильно промедлить и зефирная масса остынет, то зефир может получиться рыхлым. Даем зефиру стабилизироваться 6 часов при комнатной температуре, посыпаем сахарной пудрой и можно склеить половинки. Этот зефир перестает липнуть уже минут через 15 и его можно попробовать. Но если посыпать сахарной пудрой раньше времени, то она может намокнуть, так как вся влага еще не вышла. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте, готовьте с удовольствием и до встречи в новом видео!